Глава муниципального образования сельское поселение Смирновска Александр Шинин рассказал Андрею Шпаку о проблемах поселка Смирновка. Основное это полное отсутствие учреждений культуры. Уже 15 лет это здание, в котором когда-то располагался местный клуб, не функционирует. Александр Шинин просит помощи у администрации района в восстановлении дома культуры. На это требуется около 9 миллионов рублей. По мнению Андрея Шпака, данный вопрос нужно решать путем привлечения инвесторов. Сейчас в дом культуры в бюджет вставить 9 миллионов на этот год уже проблематично. Если у нас не получится работать с инвесторами, то надо планировать при формировании бюджета 2007 года эти работы. Еще одним вопросом заседания стал ремонт местной школы и детского сада. Школе необходима замена всех светильников, наладка наружного освещения и асфальтирование дороги перед зданием. А детскому саду, по словам заведующей, нужен частичный ремонт кровли. Андрей Шпак пообещал, что эти работы будут проведены в течение весенне-летнего периода этого года. Но, пожалуй, самой главной проблемой поселения Смирновская является некачественная питьевая вода. На станции обезжелезования, которой уже больше 20 лет, проржавели все емкости фильтров. На данный момент она не работает. В настоящее время вода, к сожалению, не того качества, большое количество железа, помутности не соответствует. Станции обезжелезования требуется полная замена оборудования и косметический ремонт помещения. На это потребуется около 4,5 миллионов рублей. Решить эту проблему Андрей Шпак также намерен с помощью инвесторов. Александр Шинин рассказал, что в поселке много бесхозных дорог и линий электропередач. Андрей Шпак пообещал, что район выделит средства на оформление документации и передачу бесхозных линий электропередач в ведение муниципалитета, а дорог на баланс Солнечногорского автодора. Ну а светлым пятном в Смирновке является кондитерский цех Александра. Недавно он занял второе место в конкурсе на кубок губернатора Московской области. У Александра очень большой ассортимент продукции. В данный момент у нас больше ста наименований различных тортиков. От самых классических бисквитно-кремовых и до изысканных. Изысканные тортики цех Александра готовит по рецептуре фирм Германии, Дании, Бельгии. Кондитерский цех еще молодой, 5 лет, но уже успел зарекомендовать себя в таких городах, как Солнечногорск, Клин, Тверь, Москва и многих других.